Всем привет! Сегодня у нас битва за давление. Нужно как-то решить проблему насоса. Потому что при максимальной мощности вот этот двигатель требует 60 атмосфер. У меня есть два варианта решения этого вопроса. Первый. Можно использовать вот такой насос от мойки высокого давления. Она качает до 100 атмосфер. Это самый дешевый вариант. Я его за 1300 рублей покупал. Объемная производительность 300 литров в час. Этого, я думаю, должно быть достаточно. Но здесь встает вопрос, как себя поведут уплотнители. Там внутри резиновые манжеты. Я уже как-то разбирал подобный аппарат. Внутри резиновые манжеты и они, скорее всего, от керосина будут раскисать. Потому что резина, думаю, не масло-бензостойкое. Ибо работает все это дело на воде. Хотя кто его знает, я сейчас чуть-чуть погонял, прокачал через него. И он стоит, раскисает. Будем пробовать. Разбирать пока не хочется. Аппарат новый. Вот такие мысли пока что по этому поводу. Как регулировать давление? Несколько вариантов. Во-первых, регулятор мощности куплен. Можно крутилкой в небольших пределах добавлять и убавлять. Работает он от 220 вольт. Вот. И второй вариант. Его тоже нужно будет делать для регулировки давления. Сделать какой-то клапан перепускной с регулировкой. Чтобы можно было сбрасывать либо на вход насоса, либо просто в бак. И крутить краном, добавлять и убавлять. То есть очень удобно. Можно регулировать, добавлять и убавлять мощность двигателя. Это первый вариант конструкции. Второй вариант восстановить, насколько это возможно, родной насос плунжерный. Вот он здесь у меня расположился. Это сами паршенки, которые качают давление. Они в не таком уж и плохом состоянии. Большой ржавчины нет. Это очень хорошо. То есть есть кое-где местами потемнения какие-то. Но они даже ногтем не берутся. Пружины были очень ржавые. Пружины стояли в колодцах вот здесь вот. И там ржавчины много. А сами паршенки во втулках. В латунных, естественно, втулки тоже не поржавевшие. Ибо латунка не ржавеет. Но вот эту штуку было очень тяжело извлечь из корпуса. Она конкретно приржавела. Не знаю, что с этим делать. Вот вы видите масштаб катастрофы. Это просто ужас. Вот здесь как подшипник скольжения, эта сталь погнила капитально. Не знаю, насколько это существенно будет. Но мы на максимальный режим на 60 атмосфер не будем ему давать. Потому что до этого, во-первых, не получится. Во-вторых, это нужно давать, когда есть какой-то съем нагрузки. Например, вот на вертолете, когда есть привод на несущий винт. У нас этого нет. У нас в холостую турбина вот эта хорошая будет вращаться. Свободная. Она у нас реально свободная, потому что ни к чему не будет подключена. Корпус тоже интересный. Здесь какие-то лепестковые диафрагмы стоят. Что-то непонятное. Но так как там все латунное, кроме кольца подшипника, из-за этого оно все сильно изоржавело. Метал к металлу начал сильно ржаветь. Как-то металл к латуне, то есть сталь к латуне, она не так ржавеет сильно. А вот сталь к стали очень сильно ржавеет. И в итоге мы имеем то, что имеем. К сожалению, много ржавчины. Но вот здесь, я думаю, можно будет хорошо прочистить. Здесь я уже очень много грязи убрал, друзья. Это уже почти финишный вариант. Не знаю, как оно будет работать. Надеюсь, хорошо. Это лишь маленькая часть насоса. Было очень много автоматики. Но оставлю лишь насос. Автоматику будем самодельную делать. Опять же, какой-то перепускной редукционный клапан сделаю. И краником. У меня есть хороший краник авиационный. На 50 атмосфер давление. То есть это рабочее у него такое. Вот его можно использовать для регулировки. Насос вставляется вот сюда, к этому фланцу на шлицы. Самый большой плюс всего этого дела, что оно само будет крутиться. Не надо дополнительно никаким электромотором крутить. И все будет автоматически работать. То есть чем больше обороты двигателя, турбины основной и компрессора, тем больше обороты топливного насоса, естественно. Раньше его ограничивала дополнительная автоматика. Вот такая штука. Но она сильно ржавая. Пришлось ее ликвидировать. Ребята, не знаю я, что с этим делать. Я здесь даже вот этот тоненький вал не могу провернуть. И все здесь вплоть до того, что пружины сгнили. Так что в этом видео будем пробовать все вот эти вот различные варианты восстановления. Для начала надо бы очистить вот эту штуковину и попробовать как она вращается. Вообще она вот в чистом керосине должна вращаться. И не должна залипать как-то так. Ладно бы дизель, да? Он жирный. А керосин он же абсолютно сухой. И все это металл по металлу. Чуть ли не по сухому. Я могу добавить немного маслица, чтобы ему лучше жилось. То есть есть даже такие пути выхода из ситуации. Вот таким вот нехитрым способом пытаюсь сделать обратно прецизионную поверхность. Вот здесь. Чтобы прилегала и не пропускала давление. Мне кажется, это очень важно. Шлифую на плитке специальной. Это самодельная поверочная маленькая плита. Я ее шабрил по большой плите. И она очень-очень ровная во всех плоскостях. Здесь подливаю масло. Вот так. Оно вымывает уже грязную стружку. И постепенно шлифую. В принципе, вокруг вот здесь нормально. Уже берет и здесь тоже. Есть один участок не очень хороший. Но вроде бы как оно здесь так устроено, что не должно сильно влиять негативно. Вот это дело. А так уже отлично вставляется. Вращается хорошо, спокойно. Я вот эту штуку вообще с большим трудом вытащил. Думал, что она там вклеенная. Ну как-то сидит очень жестко. На самом деле она просто жестко заржавела. Я ее прогревал очень сильно. Начинал с корпуса. Ну потом и она, естественно, прогрелась. И начала шататься потихонечку. Вытянул, короче. С маслецом вообще бесшумно вращается. Можно вставлять плунжера. Надо промасливать все. Естественно. Это я не знаю как называется. Ставится сверху шарик. Ну и поршень, ребята, вставляем. Здесь опять же масло не помешает. Эта деталь имеет куполообразную форму. Внутренний купол имеет шпонку. То есть ее никак по-другому не поставишь. Самое интересное, когда я все это дело разбирал, мне пришлось выбивать все молотком. Сейчас вроде бы все отлично обратно становится. Думаю, работать тоже отлично будет. Крутится плавно без заеданий, но туго. Закрываем крышкой и нужно будет еще организовать сборку сальника. Забыл поставить пружинки. Пришлось опять разобрать. Ну вот они установлены, все нормально. Ребята, собираем дальше. Понадобится немножко толстого алюминия, чтобы сделать хорошее мощное дно для насоса. И можно будет его уже ставить на двигатель, делать какие-то прокрутки и смотреть, как оно работает. И работает ли оно вообще. Хотелось красиво сделать, но двух болтов не хватило. Будет вот так. Два инородных болта присутствуют. Прошло некоторое количество времени. Герметик должен был засохнуть. Честно говоря, дня два-три прошло. Поставил аккумулятор на стартер. Вот он вращающийся ротор. Одновременно с вращением ротора вращается и насос. Соответственно, чем быстрее вращается ротор двигателя, тем быстрее вращается насос. По идее, все это дело должно приводить к автоматическому выводу двигателя в разнос. Но мы, естественно, будем делать какой-то предохранительный редукционный клапан. Ну а пока прикрутил трубопроводы, чтобы можно было проверить его работу. Вот сюда топливо должно засасываться. Вообще оно должно подаваться под давлением. По-моему, около одной атмосферы. Не знаю уж каким насосом оно туда подаётся. Но оно и само должно теоретически засасываться. Здесь у нас будет подача. Очень интересно знать, сможет ли насос с такой вот высоты поднять топливо. Опускаем всасывающий трубопровод. Ну что ж, стартуем. Так, пока что ничего не происходит. Не зашло, не засосало, как говорится. Будем выше ставить. Что делать? Хотя, смотрите, что-то пошло. Что-то уже потом пошло. А ну-ка, может ещё раз? Может прокашляется? Сейчас, сейчас, сейчас пойдёт нормально. Работает насос. Затыкать бесполезно отверстие. Вообще бесполезно. Ну что ж, ребята, хорошие новости. Подымается вот этого чана. Довольно-таки долго приходится ждать. Но здесь, если честно, не керосин. Здесь смесь с маслом. И эта жижа довольно-таки густоватая. Её тяжелее по трубе прогнать. Но всё-таки прогнала. Вы видели, какой маленький расход на маленьких оборотах. Поэтому, простительно, пока оно там по трубе подняло. Пришлось подождать, короче говоря. Ну в общем, насос вот этот вот рабочий. Но мы ещё не закрыли тему с использованием насоса от мини-мойки высокого давления. Она там у меня уже дня 4 киснет. А то может и больше. Надо пойти попробовать, как работает тот насос. Но для этого надо вытащить штуцера. И тогда мы полностью вот эту тему закроем. Конечно, здесь я буду этот использовать. Но тот мало ли тоже для чего-то пригодится. Бросать не буду, продолжим испытания. Чтобы запустить этот насос, хотя бы для проверки, нужно изготовить огромную кучу деталей. Начал с основного штуцера. Вот он с резиночками. И сюда плотно вставляется. На первую резиночку не очень, на вторую плотнее. Сюда можно будет впаивать трубки из нержавейки. Специальные авиационные. Ну а здесь, как видите, нужна гаечка. С этой стороны во входном устройстве тоже нужно сделать что-то подобное, только под более крупный шланг большого диаметра. Вот. Это целое дело, конечно. Ребята, полдня уйдет на токарку. Ну что делать? Так, штуцера готовы. Пришлось немножко поработать. И теперь можно присоединять насос по-человечески. Пока занимался токаркой, еще кое-что сделал для того, для нормального насоса, который уже стоит на двигателе. Сделал редукционный клапан. Вот такой корпус. Здесь штуцер вклеенный на очень крутую эпоксидку. Далее у нас есть некий разветвитель, где есть вход и выход. И вон туда пошло давление. Принцип работы очень простой. Внутрь вкидывается шарик. Я нашел только керамический, который будет поджиматься пружинкой. Все это дело закручивается вот так. Так, штука настроена на 20 атмосфер примерно. Ну по крайней мере я так рассчитывал. И когда давление вот здесь будет более 20 атмосфер, часть жидкости будет сбрасываться на этот патрубок, который будет сплеваться просто в бачок без давления. Пришлось сделать такую приспособу, потому что насос качает очень много. И чтобы не перебарщивать, и чтобы иметь возможность регулировки, сделан редукционный клапан. Испытательный стенд готов. Подключил даже рабочую форсунку. Форсунка требует большого давления, поэтому подключил и клапан сбросной. Немного ночи у нас на дворе, но мы попробуем. Итак, вот он основной выключатель. Подключаем. Ну что-то пока кисло. Что-то непонятно. Надо трубопровод подальше просунуть. Подождем. Ох! Ничего себе! Какой факел! Круто! Вообще сброса давления нет. Но мы попробуем поднаболтать мощности и посмотрим, что будет. О, пошел сброс. Как-то так. Вроде бы насос работает. Может попробовать поджечь? Наверное стоит. Раз, два, три. Вроде бы все работает. Можно продолжать дальше собирать двигатель. Если что, этот насос будет в запасе. Кому интересно, что будет дальше, как будет происходить запуск этого двигателя, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока. До новых встреч, ребята. Надеюсь, это видео было вам полезно. Это очень жесткое видео. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.